Музыка Нам негде жить! Нам негде жить! Требуем свои квартиры! Требуем свои квартиры! Уже четвертую неделю владельцы воздушных этажей микрорайона Солнечный выходят на митинги перед дворцом спорта. Основное требование обманутых дольщиков обеспечить их законом жильем. В моей семье заплачено 4,5 миллиона. Вот. И мы без квартиры живем. Наши дети без квартир. Я не думала, что в 60 лет я буду сидеть с больными ногами, с сахарным диабетом. Буду сидеть здесь. 2,5 миллиона. Это же вся моя жизнь. До каких пор это будет игнорирование? Они не слышат нас. Как будто нас нет. Мы здесь букашки стоим на площади. К нам пока что последние две недели вышел только представитель администрации города Уфа Филиппов Александр Анатольевич было собрание. Но, к сожалению, на этом собрании не было предложено конкретного решения нашего вопроса. Еще в июне представитель госстроя Ягудина Марина Валерьевна обещала, что будет до конца июня созвана межведомственная комиссия, на которую будет вынесен как раз вопрос о решении нашей проблемы. Межведомственная комиссия так и не собралась. Напомним, в начале июля этого года состоялся суд в советском районном суде Уфы. Председателю совета директоров заказчика-застройщика стройпроект-центр Наилю Зарипову было назначено наказание пять лет колонии-поселения. Однако дольщики не согласны с вынесенным решением. Столько денег украсть и после этого еще он при деньгах остается и его на пять лет в санаторий отправляют. Я считаю, что это неправильно. Приговор слишком мягкий. Как был директором, так он остался. Строительство вроде бы как так же и ведется. Он еще и оспаривает это. Да, он оспаривает. Он считает, что это несправедливо. Если продал 170 квартир вообще, которые не существуют в плане. Почему жулики, которые обокрали нас на миллионы, на миллиарды, с них ничего не требуют? Обокрали, с них даже конфискации не было. А с нас требуют доказательства, что мы обманутые дольщики. Мы в прокуратуру подготовили письмо, чтобы прокурор заставил их обязать кого-то, чтобы нашу участь решили. То, значит, мы к жилищному фонду должны были относиться. Жилищный фонд получал площади строительные в компенсацию наших убытков. Средства получал, но нас никто не хочет обеспечивать жильем. Они строят дома, реализуют через кооперативы по рыночным ценам. Четыре года мы ждем и никаких результатов. Нижние этажи восьмого дома и шестой, седьмой дома микрорайона Солнечного. Они имеют некоторые дольщики по четыре квартиры и, тем не менее, государство им оказало помощь в полном объеме. Коммерческие помещения, которые расположены на первых этажах и которым закон не предусматривает помощь коммерсантам, тем не менее, они все регистрируют право собственности. Хотя, если перепланировать первый этаж на квартиры, на жилые помещения, то очень много дольщиков воздушных этажей могли бы решить жилищные проблемы. Пакетирование мы будем проводить, отступать мы от своих задач не будем. У нас 156 человек осталось. Не так уж для города это и много. И мы хотим, чтобы к нашей проблеме повернулись лицом власти, если они допустили до мошенничества. И пускай как-то решают этот вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...